Дотянуться до золота в новом сезоне хотят хоккеисты Байкал Энергии. Они уже начали подготовку к предстоящим играм. Прошлый розыгрыш чемпионата России увенчался для наших спортсменов успехом. Белосиние завоевали бронзу турнира. А вот какие задачи перед иркутянами стоят в этом году, расскажет Даниил Седов. Новый сезон, новый состав, новый тренер. В Иркутске состоялся первый контрольный поединок, любимый многими командой. В темно-синей форме хоккеисты Байкал Энергии. На льду они дают мастер-класс молодежному составу. Но это лишь тренировка. До старта игр чемпионата России осталось чуть больше недели. Часть игроков бронзового сезона 2017-2018 покинули клуб. Но наставника команды Андрея Рушкина этим не смутить. Будет тяжело. Но для этого мы собрались здесь, для того, чтобы делать какие-то шаги вперед. Для того, чтобы не только дома, но и на выезде набирать очки. Я думаю, что будем стараться все это делать. Стараться выигрывать в каждом домашнем матче Байкал Энергия в этом сезоне будет в том числе на стадионе «Рекорд». Ранее площадка была реконструирована при поддержке генерального спонсора хоккейного клуба «Н-Плюс Групп». Компания профинансировала строительство трибун, подготовку базы для профессиональной команды, приобретение оборудования для искусственного льда, а также уникальных заливочных машин. Сейчас арена пользуется огромным спросом не только у мастеров, но и у тех, кто готовится стать профессионалом. В хоккейной школе занимается около 300 детей. Поддержка команды мастеров, являющейся гордостью Иркутской области, а также детского хоккея, стала еще одним аргументом в пользу строительства ледового дворца в Иркутске. Арену, которую планируют открыть к 2020 году, станет центром «Бенди». Хотел бы отметить роль главного спонсора команды, это компания «Н-Плюс». Мы все знаем, что без многолетней поддержки у нас не было бы ни команды, ни хоккей с мячом, ни детской школы. Не было бы этих заслуг. Это и Кубок России, и эти медальные сезоны. И, ну, не побоюсь этого слова, конечно, могло бы и не быть командой. Байкал «Энергия» идет в новый сезон с целью войти в четверку лучших команд России. Поход за медалями «Белосиние» начнут 3 ноября в Красногорске. Данил Седов, Марина Минченко. Новости по будням.